Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня гость открытой студии, доктор юридических наук, профессором ГИМО МИД России, адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов Клишины партнеры Андрей Алексеевич Шугаев. Здравствуйте, Андрей Алексеевич! Добрый день! Тема нашей сегодняшней встречи – расследованием преступлений силовиков займутся гражданские следователи. Андрей Алексеевич, почему именно эксперты Общероссийского гражданского форума, созданного по инициативе главы счетной палаты Алексея Кудрина, решили вдруг заняться реформированием судебной и правоохранительной системы? Знаете, я вспоминаю блестящий фильм Эльдара Рязанова, который назывался «Берегись автомобиля». Помните, там режиссер выступает перед актерами и говорит, есть мнение, что вскоре народные театры вытеснят наконец профессиональный театр. И это правильно. Вот примерно так я бы дал эпиграф нашей с вами беседе. Чего вдруг мы с вами перестали доверять правоохранительным органам, при том, что за ними осуществляется очень жесткий контроль с точки зрения и Конституции, и законов. В каждой службе правоохранительной существует собственная служба безопасности. Кроме того, в каждой правоохранительной структуре существуют общественные советы. Я, например, долгое время являлся секретарем общественного совета Федеральной службы судебных приставов. И надо сказать, что мы достаточно активно вмешивались в работу сотрудников ФССП и в некоторых случаях помогали людям, гражданам решать свои проблемы, связанные с исполнительным производством. Более того, у нас существует общероссийский фронт, который осуществляет очень важные функции контроля гражданского общества за деятельностью, в том числе, правоохранительных служб. И если такая идея появилась, она, мне кажется, или, по крайней мере, несвоевременно, или в какой-то степени она связана с последними событиями, которые у нас происходили в нашем обществе. Я имею в виду июль, ну, лето этого года. Мне кажется, это взаимосвязанные вещи. Но я категорически не поддерживаю такую идею, потому что для того, чтобы создавать некую надстроечную структуру правоохранительную, которая должна якобы контролировать деятельность правоохранительных служб, она должна формироваться из тех, кто, ну, какие-то небожители, те, кто обладает какими-то особыми знаниями, особым опытом. Понимаете, работа следователя, я работал долгое время следователем, и мне повезло, что в свое время я познакомился с блестящими следователями Советского Союза, еще тогда, например, следователем по особо важным делам Сергея Михайловича Грома, в котором я научил очень многому в прокуратуре СССР, когда я работал в следственной группе, в большой следственной группе, мы расследовали громкие дела о взятках в Министерстве автомобильной промышленности СССР, в связи с убийством девочки корейской, она приобрела в то время огромную общественную резонанс, и даже была на контроле у Брежнева, и многое-многое другое. Поэтому для того, чтобы даже подумать о том, что такая структура будет создана, надо подумать, из кого она будет формироваться. Из тех, кто раньше работал, ну, мне кажется, это немножко наивно. А если создавать из чистого листа, приглашать каких-то других лиц, которые не имеют ни опыта, ведь работа с следователем, она рутинна, она очень тяжела. Ведь, посмотрите, не только надо правильно выстроить взаимоотношения с обвиняемым или подозреваемым, не только правильно выстроить взаимоотношения со свидетелем, что очень важно всегда, зачастую показания свидетеля помогают раскрыть преступление, да. Но еще и важно, другая рутинная работа, я имею в виду, назначение экспертиз. Вот если ты не профессионал, если ты не знаешь, как это делать, значит и дело развалится. Я имею в виду, если дело связано, скажем, с хищениями, с мошенничеством, взятками и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому здесь человек должен обладать огромными знаниями в области юриспруденции. И более того, все-таки этот человек, эта структура должна быть, относиться к правоохранительной структуре. А если правоохранительная структура, значит это погоны, значит это звание, и так далее, и так далее, и так далее. По-другому не бывает. Если мы попытаемся создать что-то другое, ну мне кажется, что это будет орган или организация, которая просто будет препятствовать работе правоохранительных структур, и всюду находить какие-то нюансы, с точки зрения их негативные, и препятствовать отправлению правосудия, как я говорю. Ведь это будет касаться не только следственных органов, это будет касаться в какой-то степени судебной власти, потому что все то, что мы расследуем, потом передается уже в суд, и суд уже рассматривает и принимает решения, постанавливает приговоры и так далее. Как вы это связываете с Московским делом? Вы знаете, здесь прямая связь. То, что такой шум поднялся, когда произошли эти безобразные события, я считаю, летом этого года, когда перекрывался центр Москвы, когда они давали проехать скорой помощи и многому другое, почему-то вдруг часть этих людей, которая грубо нарушала общественный порядок, грубо нарушала закон, они стали возводиться в ранг каких-то небожителей, в ранг каких-то лиц, которые не подлежат уголовному преследованию, не подлежат административной ответственности. То есть они правы. Помните, что они кричали? Мы власть. Это кто? Мы власть. Вот я зачастую, очень часто смотрю различные ток-шоу, и вот на одном из ток-шоу появляется молодой парень, ну, лет 27, не больше. Он, по-моему, неудачный кандидат в Мосгордуму. И вот он все время, его уже обзывают этим самым политологом, политиком. И, вы знаете, когда я слушаю его, как он поливает все и вся, мне хочется спросить, ты в каком полку служил вообще? Это люди, которые никогда не служили в армии, ничего еще за своей страной не сделавшие, никогда не учившиеся, но уже имеющие право и настаивающие на том, что они имеют это право, поучать нас и требовать от неограниченного числа лиц, чтобы делали так, как они хотят. И вот эта тенденция, такой ветерок, который подул, о том, что надо создавать некие надстройщины структуры, которые будут расследовать уголовные дела в отношении сотрудников правоохранительных органов, мне кажется, они вот, то, что происходило летом и то, что такие идеи появились, они очень связаны. Потому что вроде как у нас нет свободы, да? Ну, некоторые так считают. Вроде как надо все менять, да? Чуть не до жутких вещей доходит. Надо менять строй, надо, власть должна уйти. Какая власть? Какой строй? Мы что хотим? Это, на мой взгляд, совершенно недопустимо. Но это не тема нашего разговора сегодня. Поэтому, вот мне кажется, что если мы... Такие появляются идеи, они бесспорно в русле того, что происходило летом. Это взаимосвязанные вещи. И нормальный человек это понимает. И поэтому, если допустить, что мы хотим каких-то структур, гражданских структур, не правоохранительных структур, потому что слово «проохранительные» не прозвучало у нашего руководителя счетной палаты, а это какая-то будет свободная структура гражданская, которая будет надзирать за деятельности правоохранительных структур, то в этом случае мы и говорим о том, что, значит, и там летом часть людей, которые били полицейских, швырялись с них, полиция отбирала и Росгвардия, ножи, кастеты, перцовые баллончики, прочее, прочее, значит, они тоже где-то правы. Значит, вот эта самая часть общества гражданского, которую надо поощрить, которую надо помогать, которую надо простить, ни в коем случае не репрессировать их, ни в коем случае не привыкать их к ответственности. Я вообще считаю, ну, у меня хоть я и адвокат, но, знаете, сознание все-таки прокурорское, я много лет работал в прокуратуре, я считаю то, что вынесены такие мягкие приговоры в отношении лиц, которые совершали преступление, мне кажется, это неправильно. Но это мое субъективное мнение, может быть, коллеги и адвокаты меня судят за это, но я считаю, что приговоры очень мягкие. Один только пять лет получил, другие должны были быть наказаны более жестко. Это не в том, что во страску, а надо показать, что государство реально заботится о нормальном состоянии своего общества и не допускает ситуации, когда в обществе группа лиц ставит себя над всем обществом. Как вы оцениваете современное состояние судебной и правоохранительной системы? Не считаете ли вы, что все-таки назрела необходимость какого-то реформирования? Дабы все-таки как-то исключить коррупцию, которой известны эти структуры? Вы знаете, сегодня органы следствия, органы прокуратуры, следственного комитета, полиции не ругают только ленивые. Это даже неинтересно, это тривиально. Но мы понимаем, что в каждой правоохранительной структуре есть свои проблемы. Когда я вам рассказываю, я работал в общественном совете Федеральной службы судебных приставов, мы тоже постоянно обсуждали нарушения, которые допускают судебные приставы при исполнительном производстве. Многое-многое другое. Люди недовольны, но это не значит. И также можно связать это и с деятельностью сотрудников следственного комитета. Сирич практически делает то, что мы в свое время делали, когда работали в прокуратуре. Сейчас у прокуратуры забрали эти функции, вы знаете. Но я не думаю, что надо что-то коренным образом менять, что-то коренным образом ломать. Все-таки эти люди, и полицейские, и дознаватели, и Росгвардия, и Следственный комитет России, и органы прокуратуры, они все-таки делают свое дело. Они выполняют те функции, которые возложены они государством, Конституцией и нашими законами. Другой вопрос в том, что у меня, как у бывшего сотрудника прокуратуры, все-таки душа болит за то, что у прокуратуры забрали много их контролирующих функций. И по сути сегодня прокурор надзирает за органами предварительного следствия чисто так умозрительно. У него очень мало полномочий на этой стадии, на стадии именно предварительного расследования. Если идет о дознании, то да, у прокурора есть полномочия. Что касается расследования дела, то его полномочия начинаются фактически с момента, когда прокурор утверждает обвинительное заключение и выполняется требование статьи 217, то есть ознакомление обвиняемого и его от защитников с материалами дела. Ну и дальше все уже идет как бы до суда. Поэтому, ну это не упрек, но это моя просто боль. Я считаю, что прокуратуру напрасно так их полномочия обрезали. Думаю, что все-таки к этому когда-то вернемся. И я не исключаю, что вот в рамках идей нашего руководителя с этой самой счетной палаты может быть вернуть часть полномочий именно в плане предварительного расследования органам прокуратуры. Потому что там все-таки работают весьма квалифицированные люди, имеющие большой опыт работы. Я не хочу сказать, что в Следственном комитете этого нет. Но просто мне кажется, что следователи прокуратуры в свое время выполняли очень важные функции и все-таки был очень жесткий прокурорский контроль. Сейчас он немного ослаблен. Что касается судебной власти. Здесь, мне кажется, опять же упреки к нашим судьям, они зачастую неосновательны. Попробуйте получить какое-то решение или решить свой какой-нибудь вопрос гражданский в каком-нибудь суде Соединенных Штатов. На это уходят годы. У нас все-таки наша система судов, она более оперативная. Более того, если мы говорим об арбитражном судопроизводстве, то она абсолютно эффективная. Абсолютно эффективная. С другой стороны, что надо подумать о том, чтобы меньше рассматривалось бы в судах, арбитражных судах дел, связанных с всякими ничтожными спорами. Правда, сейчас повысили ценз рассмотрения дел в арбитражных судах. Но тем не менее, все равно, всякая ерунда иногда зачастую забивает работу судей арбитражных судов. Если вы придете, скажем, в арбитражный суд Москвы и посмотрите там список, который судья сегодня должен рассмотреть дел, это кошмар, 30-40 дел. Еще один момент. Кстати, это связано с гражданским обществом, связано с идеями Кудрина. Я имею в виду, это суд присяжных. Давайте посмотрим, у нас, я ни в коем случае не критикую эту идею, в 93-м году мы, у нас все так здорово было в 93-м году, и в Конституцию мы ввели понятие суда присяжных. В 94-м году уже в Челябинске они стали функционировать. Но видите, в чем дело? Давайте в Европе посмотрим, где еще есть суды присяжных. В том виде, в котором они существуют в России. Я не беру Великобританию, потому что это не Европа. Ну, я не беру США, тем более. В Европе это Франция. Но там большая коллегия, большой жюри формируется из шести профессиональных судей, из шести судей факта, как мы говорим. У нас же они формируются исключительно из простых граждан. Претензии огромные у меня к тому, как формируются еще списки, которые потом должны быть основанием для формирования коллеги присяжных в конкретных судах. Это полная профанация. Я думаю, здесь надо идти по этому пути. И если мы хотим сохранить этот институт, а не превратить его в... Ну, знаете, я однажды сказал после одного приговора вердикта присяжных, которые оправдали, на мой взгляд, конкретных террористов. Я скажу, что они судили не по основанию своего внутреннего убеждения и совести, а судили по понятиям. Вот это должно уйти. Поэтому критерии отбора присяжных, сами процедуры отбора присяжных... Вы бывали когда-нибудь при отборе присяжных? Нет? Ну, это процедура, это профанация полная. Как можно за пять минут выяснить, как человек относится к этому делу, как он относится к самим обвиняемым и многое другое. Поэтому надо, если мы сохраняем этот институт, нам надо подумать о том, чтобы правильно выстроить систему отбора. Раз. Чтобы туда не попадали. Вот мы в одном деле, в серьезном деле, там было покушение на убийство, взрывное устройство и так далее, и так далее. У нас перманентно, причем мы отбирали, наверное, около... Примерно прошли через наш отбор около тысячи кандидатов. Так вот, в одной коллегии попался человек, который старшина. Он воровал деньги своих коллег и попался на этом, он был выведен из состава. Естественно, коллегия была распущена. В другом случае, кандидат находился под следствием, его обвиняли в мошенничестве в особо крупных размерах. В третьем случае, кандидатша, она заявила о том, что она онкобольная, потом выяснилось, что она не онкобольная, она находилась на учете по поводу алкоголизма. И то же самое, к сожалению, эти коллеги распускались. Вот это должно уйти из того, что мы называем формирование кандидатов в присяжные заседатели. Ну, я на самом деле... Правда, сейчас у нас законодательство немного изменилось, сократилось количество присяжных, вы знаете, и много-много другое. Правда, появились теперь уже в районе, в районных судах присяжные. Ну, не знаю, как это пойдет дальше. Мне кажется, что здесь надо очень много еще думать и формировать законодательную базу, связанную с этими вопросами. И тем не менее, какие будут ваши тогда предложения, как избавиться от коррупционной составляющей, для того, чтобы мы не слышали таких вот дел громких, как дело Захарченко и других, потому что явно не все так хорошо, как вы говорите в наших правоохранительных органах и в судебной системе. Смотрите, борьба с коррупцией – это работа повседневная, ежечасная, ежеминутная, ежесекундная. И она не сводится к тому, чтобы создать какую-то структуру общественную, которая будет тоже иметь полномочия расследовать и сажать. Я так понимаю, ведь не просто создается институт этот, если они будут контролировать работу прокуроров, следователей, дознавателей, сотрудников ФСБ, значит, они будут их тоже иметь возможность в наручники арестовать, задержать, обыски и так далее. Во-первых, вы можете представить, какой объем нам предстоит тогда изменений в законодательстве, регулирующем эти сферы деятельности? Я даже не представляю, что произойдет с Уголовным кодексом, Уголовно-процессуальным кодексом, Законом оперативной службы и многое другое. Но вопрос у вас о другом. Что делать? Потому что это традиционная тема, которая стоит перед российским, русским, российским обществом. Мне кажется, что здесь должны более эффективно, конечно, работать в первую очередь это службы внутренней безопасности. Если мы имеем такие ситуации, когда гнилые работники правоохранительных органов берут взятки в особо крупных размерах, совершают иные должностные преступления, значит, это прокол, серьезный прокол тех, кто надзирает за этим с точки зрения собственной безопасности. И поэтому, мне кажется, что это в первую очередь эта служба должна быть, может быть, даже и выведена за рамки этих структур, которым она фактически подчиняется, в которые она входит, и, может быть, это должны быть какие-то надстроечные структуры. И здесь в какой-то степени я согласен с Кодрином. Но это должна быть правоохранительная структура, а не какое-то непонятное аморфное гражданское сообщество, которое будет контролировать деятельность следователей. Второй момент. Мне кажется, что, если мы говорим о контроле, то я еще раз подчеркиваю, должен быть усилен прокурорский надзор. За предварительным расследованием, за дознанием он достаточно эффективно осуществляется сегодня, за расследованием предварительным нет. Когда создавался Следственный комитет, эта структура потихонечку начала отбирать полномочия у органов прокуратуры. И это неправильно. Не потому, что я работал в прокуратуре, а потому, что вижу, что это так. Уже как адвокат. Когда я встречаюсь в своей работе с определенными нюансами, которые меня не устраивают, я понимаю, что здесь слаб был прокурорский надзор не потому, что они не хотели этого, а потому, что у них просто полномочия нет. Что касается общественного контроля, слушайте, ну я еще раз говорю, существуют общественные палаты в каждом регионе, ничего не в каждом городе. У них есть все возможности, чтобы осуществлять этот контроль. Они это не всегда делают. Я понимаю, что, скажем, прийти в следственный изолятор, ну не очень приятно. Но я не знаю, чтобы были случаи, когда, скажем, общественников не допускали в следственный изолятор, чтобы посмотреть условия содержания подозреваемых или обвиняемых. Это определенная часть нашей работы, это тоже правильно. Ведь следователь выносит постановление, через суд человек арестовывает, он содержится в следственном изоляторе, или в камере временно задержанных. Это тяжелая ситуация для человека, который лишил свободы, но здесь должен быть правильный контроль. Я думаю, что в этом направлении тоже общественные органы могут усилить свою деятельность. Что еще можно сказать? Мне кажется, что, наверное, координация работы наших правоохранительных органов, я имею в виду прокуратура, следственного комитета, следственных органов ФСБ, дознаватели, она еще недостаточно организована. Это не пустые слова, все-таки по роду своей деятельности, когда я еще работала в органах прокуратуры, я помню, как мы негативно, порой даже с какой-то агрессией относились к деятельности наших коллег, когда это касалось нашей работы. И тут и честь мундира, тут и не лезьте в наши прерогативы, все, давайте не будем. Это неправильно. Вот здесь, мне кажется, вот этот ледок, который появился, он должен потихонечку растаивать, и должны появляться правильные контакты, правильные взаимоотношения между этими структурами. Что я имею в виду? Вот эти совещания общие, которые зачастую проводятся, там с участием поставленных лиц прокуратуры, следственного комитета, органов ФСБ, полиции и Росгвардии, это недостаточно. Это все хорошо, это красиво, это здорово, появилась картинка в новостях и так далее. Но мне кажется, что такие встречи более углубленные, на более низком уровне, но там, где будут общаться люди, которые работают на земле, как мы говорим, то есть каждый день сталкиваются с работой, рутинной работой, расследованием уголовных дел, дознанием и так далее, и так далее. Вот они должны, координация этой работы должна быть поставлена на профессиональный уровень. И может быть здесь подумать о том, чтобы появилась какая-то структура, которая бы контролировала эту работу. Но опять же в рамках этих правоохранительных структур. Вот смотрите, ведь Кудрин говорит о том, что создать некое общество, то есть некое сообщество гражданских лиц. А мы долго бились, когда я работал в общественном совете Федеральной службы судебных приставов над тем, чтобы приравнять ФССП к правоохранительной структуре. И вот человек, которого я глубоко уважаю, это ныне действующий замгенерального прокурора, Николай Александрович Вениченко, который возглавлял долгое время эту структуру, он всегда вынашивал эту идею, я его всегда поддерживал в этом. Мы много на эту тему выступали, статьи были и прочее. Наконец-то государство нас услышало. И ФССП теперь будет приравнен к правоохранительной структуре. Наконец-то сотрудники получат достойное денежное содержание, достойные льготы и многое-многое другое. Но она будет правоохранительной службой, и люди будут носить погоны. В этом я ничего плохого не вижу. А когда это была некая структура, которая непонятна, да, это, конечно, государственная структура, но вместе с тем, полицейский имеет льготы, выслугу и так далее, и так далее, а судебный пристав ничего. Хотя тоже какие-то погоны вроде носит, и хотя имеет право на проведение дознания по закону о федеральной службе об исходе на производстве. И кроме того, и даже оружие носит. Вот это была проблема, она наконец решена. Поэтому, видите, государство все-таки стремится к тому, чтобы создать условия для того, чтобы эти правоохранительные структуры работали надлежащим образом. А мы идем назад. И более того, пытаемся все это делать, не мы отдельная часть, конечно, мы это не все, а отдельная часть, они пытаются все это перевести в русло тех настроений и тех веяний, которые появились у нас летом этого года. Причем я категорически возражаю. Вспоминая то, что не так давно произошло, дело Голунова. Оно сейчас в некотором смысле засекречено. Почему? И вообще, как вы относитесь к этому делу? Я нормально отношусь. Во-первых, само дело Голунова, оно для меня темна вода в облацах. Но это мое субъективное мнение. Я об этом даже несколько раз давал интервью и в Вести, и в Коммерсанте. Что касается вашего второго вопроса, основного, я тоже эту тему комментировал. Знаете, в уголовно-процессуальном законе есть понятие, во-первых, тайны следствия. Это раз. То есть, следователь до того момента, пока дело не поступает в суд, если оно не имеет грифа секретности, оно является абсолютно закрытым для общества. То есть, он не обязан ничего рассказывать по поводу этого дела. В противном случае, это может повредить нормальному ходу предварительного расследования. Другой вопрос, что уже в суде, ведь речь там не просто идет о том, что дело закрыто, а речь идет о том, что судья принял решение, если не ошибаюсь, до основания ходатайства органов предварительного расследования засекретить это дело. Это предусмотрено уголовно-процессуальным законом. В определенных случаях, для того, чтобы не нарушать нормальный ход судебного процесса, для того, чтобы сохранить определенные конфиденциальные темы, которые возникают в процессе уже рассмотрения дела по существу, поскольку процесс, как правило, открытый, для этого и дело секретится, и люди не могут узнать, что происходит до того момента, пока не будет постановлен приговор. Я в этом ничего плохого и какого-то сверхъестественного не вижу. Мы, например, по одному делу, громкому делу, с первого дня мы ходатайствовали о том, чтобы дело было закрыто, поскольку там материалах имелись сведения, например, о том, как изготовить взрывное устройство. То есть это, знаете, инструкция для молодого начинающего террориста. Это недопустимо. Поэтому я не исключаю, что и в этом деле, ведь речь-то идет уже о расследовании в отношении правоохранительных структур, правильно? А не самого Голунова. Поэтому здесь вполне возможно и вполне очевидно и правильно с точки зрения закона, что это дело засекречено. Ну и все-таки кто подбросил наркотики? А я знаю. Еще, понимаете, вообще, насколько такое вообще может быть в нашей правоохранительной системе? Насколько это вообще адекватное действие? Ну, когда я работал в органах, я не помню таких случаев. с другой стороны, все возможно, конечно, все возможно, я не исключаю, что это могло быть, но, понимаете, для этого надо знать материалы дела. В данном случае, я не могу выступать как эксперт, могу высказать только субъективное мнение, оно зачастую, скорее всего, будет неправильно. Потому что, надо посмотреть материалы, и там должно быть указано вот это, 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 это. Но поскольку я их не имею, вот только рассуждать на уровне таких общих рассуждений, да, скорее всего, это могло быть, но у меня определенный скептицизм. Правоохранительные органы призваны защищать, в том числе, гражданские права и свободы россиян, правильно? Да. И все-таки, какие, по вашему мнению, должны быть реформы сегодня для укрепления вот этих правоохранительных структур, и в том числе, для того, какие реформы должны быть относительно внутренней безопасности, для того, чтобы в итоге население наше в ужас не приходило от всех этих дел, от всех этих миллионов, миллиардов и так далее? Надо повысить социальную защищенность сотрудников правоохранительных органов. Правда, адвокатов тоже неплохо было бы повысить, но это уже другой вопрос. Надо укреплять структуру руководства этими организациями, я имею в виду на среднем уровне, потому что зачастую появляются в руководстве среднего звена случайные люди, не профессионалы, которые вредят своей деятельностью нормальной работе этих организаций, этих правоохранительных органов. И они наносят очень большой вред. Вот как раз вы говорите о коррупции, вот она оттуда во многом и идет, потому что что такое коррупция, допустим, в органах, ну, не буду называть, в каких-нибудь, в каких-нибудь правоохранительных органах в каком-то регионе России. Значит, начальник средней люки ставит задачу, слушай, ты его должен принести, мне столько-то, 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 то, что я должен потом отдать наверх еще столько-то, столько-то, столько-то. И вот это должно быть порушено. И здесь я еще раз говорю, огромная стоит, огромная лежит ответственность на службе собственной безопасности. Они должны более эффективно, более жестко реагировать на такие ситуации. А то проходят долгие-долгие сроки, человек награбил, натырил себе в карманы огромное количество денег, там, несколько лет он занимался коррупцией в правоохранительной структуре какой-нибудь, да, потом куда-нибудь смывается за рубеж, и вдруг возбуждается уголовное дело, и Светлана Петренко, ну, вы знаете, это пресс-секретарь Следственного комитета, говорит о том, что возбуждено уголовное дело. Ребята, надо это было делать два года там и назад. Это прокол тем, кто надзирает за внутреннюю безопасность в этом органе. Вот это надо искоренять. Андрей Алексеевич, спасибо вам большое за нашу встречу. Гость открытой студии сегодня доктор юридических наук, профессор МГИМОМИТ России, адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов Клишин и партнеры Андрей Алексеевич Шугаев. Я, Инна Добросовестная. Спасибо вам большое. Редактор субтитров М.Лосева